Сургут в этом году предоставил самое большое количество квартир детям-сиротам за всю историю. Почти 300 человек ждали ключи от собственного жилья еще в начале января. На начало 2023 года останется всего 14. Сделать такой рывок удалось благодаря поддержке округа. Новые квартиры предоставляются в чистовой отделке и уже частично мебелированные. Подробности в нашем сюжете. Я вас поздравляю. Очень ответственный момент. Квартира это, пожалуй, единственное, чего не хватало Софье Мигуновой для стабильной жизни. В свои 19 лет она замужем и является мамой годовалого ребенка. Кроме того, учится в университете. Теперь к жизненным планам добавился еще один – закупить новую бытовую технику. Ранее я жила со своим супругом. Мы планируем уже сегодня начать жить в этой квартире. Мне безумно она понравилась. Она очень просторная. А еще есть мебель первой необходимости. Диван, шкаф, обеденный стол и даже тюли на окнах. Это подарок от застройщика. Здесь просторная комната и кухня-столовая. Общая площадь квартиры – 47 квадратных метров плюс балкон. Я думаю, что для ребят это действительно хорошее условие для начала своей взрослой жизни. Теперь главное – правильно распорядиться тем, что дает государство. На начало 2022 года очередь в Сургуте из числа детей-сирот составляла почти 300 человек. За год эту потребность практически закроют. 2022 за всю историю стал самым массовым по предоставлению ключей от собственного жилья детям, оставшимся без попечения родителей. В первом квартале предоставили 51 квартиру и впоследствии сейчас приобретено 175 квартир. Из них 160 квартир – это уже поступили в собственность муниципалитета в администрацию города Сургута. Сейчас идет процесс оформления муниципальной собственности. Ну и параллельно идет передача квартир детям-сиротам. Добиться такого результата помогли окружные власти. Регион выделил дополнительные средства на покупку 175 квартир. Изначально сложности с приобретением были из-за разницы расценок региональной службы по тарифам и рыночной стоимостью. В том году мы решили дофинансировать муниципальными деньгами, с депутатами обсудили, чтобы все-таки приобретать квартиры. В том году сдвинули Маховик, но при этом скорость была, конечно, не та, которой бы хотелось. И вот обсуждая с губернатором этот вопрос, было принято решение в этом году. Регион сам приобрел квартиру у застройщиков, там уже по приближенной к рыночной стоимости. И нам эти квартиры сейчас передаются. Вот такое пакетное решение, да, было, ну на моей памяти организовано впервые. До конца декабря в Сургуте еще 38 детей-сирот отметят новоселье. По итогу останется обеспечить квартирами четкой категории. Городские власти намерены закрыть потребность полностью в первом квартале следующего года.